Слишком наболевшая тема для Армении и Азербайджана. Не так легко там пойти на уступки, даже если ты этого хочешь, не говоря того, что если ты этого не хочешь. Поэтому окончательный результат, думаю, для Армении вряд ли будет слишком хороший. Потому что Алиев, конечно, признанный лидер Азербайджана, но идти против мнения своего общества он вряд ли сможет. То есть идти на уступки он может очень в ограниченном количестве по каким-то вопросам. Поэтому же и не подписан договор. Азербайджан не может уступать слишком сильно. Но, правда, Армения тоже. Обе стороны очень сильно ограничены своим общественным мнением. Я не жду, что это произойдет скоро. Что пока были общие декларативные документы, их подписывать было легко. А когда пошли договора с каким-то конкретным содержанием, это подписать очень трудно. Я, честно говоря, не ждал, что и общие документы будут так легко подписаны. Американцам нужно, чтобы дорога с востока на запад функционировала. Это, во-первых. Во-вторых, американцам нужно, чтобы в этом споре выиграли те силы, которые будут ориентироваться на них. Сегодня Армения готова ориентироваться на запад, а Азербайджан в меньшей степени. Завтра, может быть, будет наоборот. Мы этого сказать с вами не можем. То есть есть стратегическая цель строительства транспортного коридора от Индии до Европы. И есть тактическая цель ослабить влияние России на Южном Кавказе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!